Социальный блок включает в себя несколько крупных направлений. Это и образование, и меры поддержки различных категорий граждан, и медицина. В каждом блоке в течение года проводилась серьезная работа. Олег Дмитриев озвучил ее результаты. Рассказал о реализации проектов «Социальное казначейство», госпрограмме «Доступная среда», программе по обеспечению жильем детей-сирот. 166 детей за весь период работы этой программы, реализации этой программы, обеспечены собственным жильем. Квартиры по поручению главы округа с ремонтом, с необходимой минимальной мебелью, укомплектованы оборудованием, кухонным оборудованием, бытовой техникой. Всего было получено 28 квартир, причем по квадратуре превышающие установленные Московской областью стандарты. Летом удалось провести масштабную оздоровительную кампанию. В результате нее в нашем округе отдохнули более 4,5 тысяч детей. Кроме этого, работали трудовые бригады лагеря с дневным пребыванием. В этих лагерях дети проводят практически полный день, получают полноценное питание, всесторонние развивающие мероприятия, экскурсии, занятия с педагогами. Приглашаются на педагоги по другим профилям, к примеру, рисование, музыкальное развитие и так далее. Особое внимание в округе уделяется работе с ветеранами. Им оказываются как разовые меры поддержки, так и приуроченные к знаменательным датам. Все больше набирает обороты проект «Активное долголетие». А патриотический проект главы «Салют Победы» в наши дни оказался особенно актуальным. В рамках этого проекта проведено более 365 тысяч мероприятий. Мероприятия проводятся в поселениях, в школах, в домах культуры. Более 50 тысяч жителей округа задействованы были в этом проекте. Особое место уделяется вопросам медицины. В нашем округе активно ведется модернизация системы здравоохранения. Запущен в работу Центр амбулаторной онкологической помощи, который признан лучшим в России. Центр оснащен передовым оборудованием. Специалисты могут выполнять высокотехнологичные операции непосредственно на базе Одинцовской областной больницы. Кроме того, начали работу региональный сосудистый центр, Центр рассеянного склероза, Акуловская амбулатория, Звенигородское диагностическое отделение. С помощью различных мер поддержки, социальная ипотека, земский доктор и других выплат активно решается вопрос с кадрами. Однако в этой сфере у населения округа по-прежнему остается больше всего вопросов. Нам нужна поликлиника, у нас население больше 12 тысяч. Вся округа приезжает в нашу маленькую амбулаторию, где всего два терапевта. Пожалуйста, найдите возможность организовать нам лора. Ну, естественно, мы хотим, да, как бы больницу детскую и поликлинику отдельную. Это уже много раз озвучивалось. Я знаю, что вы думаете активно над этим вопросом. И надеюсь, что все-таки общими усилиями этот вопрос сдвинется. Главный врач Одинцовской областной больницы заверил, каждое обращение прорабатывается и решение обязательно будет найдено. Мы сейчас после последнего круглого стола по поручению главы большое количество специальностей, где у нас полная запись, проанализировали и ввели в штат еще штатные единицы. Большая часть коснулась именно Звенигорода. То есть это и Звенигород, и Одинцова, и Голицына, и Никольская и так далее. Но большая часть коснулась именно Звенигорода. Поэтому сейчас мы, соответственно, дублируем штатные должности и будем на них искать врачей. Взаимодействие с жителями округа и быстрое реагирование на их запросы наблюдается во всех направлениях социальной сферы. Именно поэтому многие проблемные вопросы будут решены уже до конца года. Полина Бахова, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.